Разговоры заочного. Как помочь детям полюбить чтение. Поскольку я первый раз перед вами выступаю, позвольте немножко поподробнее представиться. У меня в презентации сделана слайд-визиточка, где вы можете посмотреть после того, как скачаете презентацию. Кстати, все материалы, которые выложены, вы видите, ими можно свободно пользоваться. Я с вами ими с удовольствием делюсь. На слайде-визиточка вы видите, что я представляю две такие, с моей точки зрения, солидные организации. Библиотечная система одного из округов Москвы. У нас большие округа, больше миллиона трехсот тысяч жителей в нашем округе юго-западном. И библиотечные системы тоже большие. 40 библиотек в нашем, в нашей сети. И вы видите наши объемы фондов, зарегистрированных пользователей. Событийная повестка. Если кто-то среди наших слушателей и представителей московского региона, милости просим в гости в любую библиотеку. Выходите со мной на связь, и мы с вами будем строить интересное, хорошее сотрудничество. И вторая моя ипостась – это вице-президент межрегиональной общественной организации «Русская ассоциация чтения». Я отвечаю в этой организации за все проекты, которые ведут библиотеки, за развитие межведомственных связей, школ, библиотек, библиотек и вузов, издательств и так далее. И являюсь ответственным редактором сборника научных статей «Человек, читающий». Обложечки этого сборника тоже перед вами. И, кстати, в сборнике 10, вот я вам его так показываю, так он выглядит реально, опубликованы те материалы, о которых я сегодня буду говорить. Но, может быть, не у всех есть доступ именно к этому изданию. Покажу вам более, наверное, распространенное и подписное. Это «Школьная библиотека», пятый номер за 2019 год. Здесь тоже многое из того, что вы увидите сегодня на слайдах, описано еще и словами. Вы тоже этим можете пользоваться. Хочу воспользоваться еще такой возможностью и проанонсировать ближайшую конференцию Русской ассоциации чтений, которая пройдет 2-4 апреля в Москве, в Российской государственной библиотеке, в Одинцовском филиале МГИМО. И на этой конференции мы хотим подробно в разных аспектах поговорить о чтении в цифровой среде. Следите за информацией на сайте, который тоже указан в презентации. В ближайшее время на нем появится информационное письмо о конференции. Те материалы, которые я вам сегодня представляю, в рамках ассоциации, в рамках библиотечной системы, мы используем и в системе повышения квалификации библиотекарей. Здесь на слайде вы видите фотографии наших занятий. И естественно, когда уже участники этих мероприятий и других вдохновляются теми подходами, которые мы продвигаем, по поддержке детского чтения, то мы их используем, конечно, и в повседневной практике общения с читателями, и во многих событиях, мероприятиях, акциях, которые проходят за стенами библиотеки. Летний читательный, первоклассный читатель, летние программы чтения в библиотеках, которые мы проводим вместе с летними лагерями и так далее. Почему же мы так подробно занимаемся проблемами детского чтения, именно раннего приобщения к чтению? Потому что многими программными документами, в частности теми, которые сейчас выведены на слайд, обозначаются приоритеты в деле поддержки чтения. Сейчас вы видите отчеты, ежегодные отчеты Международной ассоциации грамотности. Русская ассоциация чтений является региональным отделением этой большой международной организации. В отчетах, которые публикуются на сайте Международной ассоциации грамотности, уже не первый год подряд, в топе самых горячих и значимых тем, которые отмечаются экспертным сообществом, значится, попробуем воспользоваться указочкой, как вы видите, «Ранняя грамотность» – первое место в перечне горячих и значимых тем, которые отмечаются экспертами как на региональных уровнях, так и на национальных, на уровне государств. Связанное с этой проблемой, сейчас мы посмотрим на следующий слайд, это был 2017 год, видите, 2018 год, «Ранняя грамотность» и «Вовлеченность родителей» также занимают первые строчки такого своеобразного хит-парада горячих и значимых тем в деле поддержки чтения. На последней международной конференции, которая проходила в Копенгагене летом этого года, целая секция, трехдневная секция была посвящена вопросам ранней грамотности и раннего приобщения к чтению. Все дело в том, что ни для кого не секрет, многие родители не являются сами по себе компетентными читателями и просто читающими людьми, и, соответственно, не могут помочь детям полюбить чтение. Родители-мигранты, которые сейчас во многих регионах проживают в России, не могут помогать своим детям читать на том языке, на котором идет обучение в школе на новом месте жительства, и одновременно у них нет доступа к материалам для чтения на их родном языке. По некоторым оценкам, более половины мирового населения, по крайней мере, двуязычные, и в системе образования в обязательном порядке ведется обучение как минимум одному иностранному языку. И с этой точки зрения проблемы доступа к многоязычному и мультимедийному контенту, как для удовольствия, так и для академического чтения, тоже являются очень важными. Если мы говорим о ранней грамотности, что здесь подразумевается? Здесь, конечно, речь идет и о дошкольном образовании, о всеобщем начальном образовании и начальном уровне формирования грамотности. Все слышнее голос тех экспертов, которые вслед за специалистами из Австралии, и они были первые, кто-то сформулировал такой подход, что чтению и грамотности нужно учить не как школьному предмету, а чтение и письмо должны рассматриваться как и продвигаться в детскую аудиторию, как средство осмысления мира, как средство общения с другими людьми. И именно на начальных этапах зарождения грамотности важно предоставить человеку возможность получать удовольствие от чтения и обсуждать свой читательский опыт с окружающими. Если расшифровывать проблематику вовлеченности родителей, она, естественно, охватывает и более широкий круг взрослых, которые находятся в круге общения с детьми, это и опекуны, и другие члены семьи, дальние родственники, родители в качестве преподавателей, партнерские отношения институтов, распространения чтения и грамотности с родителями, непосредственно семейное взаимодействие. И для тех, кто вообще задумывается над проблематикой, которую я сейчас обозначила, на помощь приходит довольно много таких солидных публикаций, и которые вышли даже в виде книг, и я их вам представляю на слайде, и даже сейчас могу показать, как выглядят эти довольно интересные разработки, которыми мы лично пользуемся в своей деятельности очень часто и с большим удовольствием. Первая книга – это Юлия Кузнецова «Рассчитайка». Это наш, вот видите, она у меня вся в закладочках. Вы знаете этого писателя, «Мама двоих детей» и пишет книги для подростков, для детей младшего возраста. Ну а вот здесь, в этой книжке «Рассчитайка» Юлия очень щедро делится со своими такими житейским и почерпнутым тоже из разной литературы опытом, как все-таки сделать ребенка читающим. И две большие книжки, которые я тоже очень рекомендую, особенно специалистам, библиотекарям, педагогам. Ну, в принципе, ни в одной домашней личной библиотеке эти книжки не будут лишними. Книга «Как лекарство. Скорая литературная помощь» от Адая, издательства «Синбад». Книжка 2017 года, свежая, она переводная, но она адаптирована к российскому читателю. И из названия, в принципе, все понятно. Книга «Как лекарство. Скорая литературная помощь» от Адая. Но даже пробежавшись по алфавитному указателю к этой книге «Амнезия читательская, ампутация, апатия, безнадежный романтизм, безответная любовь на все житейские проблемы и даже какие-то более серьезные ситуации», здесь даются рекомендации, как каждый взрослый может поддержать себя, своего друга или коллегу, рекомендации почитать по житейскому поводу какую-либо книгу. Здесь же еще есть и такие очень хорошие вкладочки с рекомендациями. Когда некогда читать, что делать? «Одиночество читателя». Десятка лучших романов для приобщения спутника к жизни, к художественной литературе. Десятка книг, которые помогают взбодриться и так далее. И вторая книжечка, она еще более толстая. Тоже, вы видите, много закладок. И она называется «Книга, как лекарство для детей». Обе эти книжки написали английские библиографы, библиотерапевты, как они стали себя называть после создания таких фундаментальных трудов, Элла Берту и Сюзан Эндеркинд. Эта книга также адаптирована к российскому книжному рынку, к фондам наших отечественных библиотек. Сделала это Российская детская библиотека. И здесь также есть рекомендации общего характера. Вот, например, такие вкладочки. Когда ребенку трудно усадить за книгу. Потеря интереса к чтению вслух. Ну и также, поскольку это книга как лекарство, с помощью книг мы справляемся с разными трудностями. Ну, например, потеря любимой игрушки, слабое зрение, застенчивость, адаптация в приемной семье и много-много других поводов обратиться к книге. Когда у тебя хорошо на душе или когда какие-то сложности в жизни. Еще одна книжечка, которая на слайде, Эйден Чамберс, расскажи. Специалисты тоже, я думаю, ее уже знают и пустили в свой профессиональный оборот. Она более сложная. Она, конечно, не для такого широкого читателя. Родителям рекомендовать ее для самостоятельного какого-то освоения, я думаю, не стоит. Но все-таки на столе библиотекаря, опять же, или педагога эта книжка тоже должна быть. Для тех, кто занимается проблемами детского, подросткового и молодежного чтения. Но прежде чем двигаться дальше всегда полезно задать какой-то исходный вопрос. Спасибо большое. Да, здесь коллеги дают еще некоторые рекомендации по книжкам. Да, мы эти книжки тоже знаем и тоже всем рекомендуем. строя диалог с ребенком и вообще задаваясь задачами приобщить к чтению, развить интерес и тем более любовь к нему, рекомендуется отталкиваться от такого вопроса и общение с ребенком на эту тему. Зачем детям читать? Спросите ребенка и серьезно отнеситесь к сказанному им и постарайтесь проникнуться его интересам, каким бы странным он ни казался. Конечно, и взрослый должен быть готов к такому диалогу и иметь свои собственные аргументы, например, зачем читать или почему это важно читать. Вот на одном из форумов по грамотности мы получили в подарок такую сумочку я всегда этот аргумент берегу и использую как свой и он заставляет даже детей постарше где-то уже 3-4 класс им в голову такой аргумент и приходит зачем читать и вообще есть ли какая-то ценность в чтении. Если кто видит один из пяти людей на земле вообще не может прочитать то, что вот здесь написано. Это небольшая фраза. То есть сама ценность чтения того, что тебя научили читать, ты научился читать, ты грамотен, ты можешь общаться со всем миром, ты имеешь более широкие возможности для продвижения в жизни. Вот одному из пяти человек на земле, людей на земле это в принципе недоступно и во многих странах дети и их родители борются за свои права быть грамотными. В общении с самыми маленькими детьми, конечно, в качестве их аргументов и если они даже это не осознают, то родители могут это использовать. Часто приходит на помощь сиюминутный интерес. Вот на фотографиях вы видите фото внука одной из моих сотрудниц, который очень увлекается машинками и живя с бабушкой и дедушкой в деревне летом домашними животными. И поэтому библиотека, домашняя библиотека этой семьи полна соответствующих книжек, журналов на тему и о домашних любимцах и, естественно, о машинках куклы, собаки и так далее. Когда родители идут домой, ведя малыша за руку, можно посоветовать им построить беседу не о том, что сегодня было на обед, или вы гуляли, или не гуляли, ты подрался с Петей и Васей и так далее. Можно спросить, что же вам все-таки сегодня читали после тихого часа? Да и провожая ребенка в детский садик вместе с его любимым зайцем, игрушкой какой-то, можно дать книжечку для того, чтобы ее почитать в группе другим детям. Конкретная цель подготовка к поездке, дать возможность ребенку почитать что-нибудь о той стране или о том городе, куда вы собираетесь поехать. Ссылка на авторитет это вообще для растущего человека всегда очень важно. Всегда в семье или в окружении найдется человек, который читающий. Это может быть и одноклассник или сосед вашего ребенка, ваш дальний или близкий знакомый. Заполнение паузы, поездка на метро, в поезде, взлет в самолете, когда отключены гаджеты. Все это также повод связать свой досуг или какую-то свободную минутку с чтением. Проводя такие мастер-классы с материалами на родительских собраниях выступая, мы очень часто обращаем внимание на взрослых на то, что некоторых фраз, которые очень часто бросаются в раздражении, в уставшем состоянии, когда еще нужно следить за темой прочитал твой ребенок нужные там какой-то минимум за день или нет. Ну, вот таких фраз, как кто-то видит на презентации, а кто не видит, я все-таки озвучу. Держи, вот тебе энциклопедия, хоть что-нибудь узнаешь, а то растешь оболтусом. На тебе книгу, тут про такой уж хулиган, как ты, может, как и он когда-нибудь перевоспитаешься. Я знаю, что ты ненавидишь классику, но прочитай еще пять страниц и иди смотреть своих смешариков. Тебе задали по программе, читай по часу, садись быстро. Подобные сентенции скорее оттолкнуты, вызовут раздражение и может быть даже какой-то психоз и отторжение наоборот от книги от чтения. Ну, говорить о том, что читатели воспитывают читателей, надо все чаще и чаще. Родители находят очень много аргументов в оправдании того, что нет времени на чтение, тем более на совместное чтение с детьми детских книжек. Но я очень люблю вот эту цитату из «Убить пересмешника» Харпер Ли, потому что она показывает то, что если чтение вплетено в повседневную жизнь и чтение именно взрослого человека, то невольно вовлекается в эту орбиту и ребенок. Я никогда нарочно не училась читать, но почему-то получала преступное удовольствие незаконно роясь в газетах. За долгие часы в церкви может тогда я научилась читать? Я не могла вспомнить, чтобы не была способна прочесть церковные гимны. Теперь, когда мне пришлось задуматься над этим, чтение было чем-то, что просто пришло ко мне, как пришло умение застегивать заднюю часть моего комбинезона без оглядки или умение завязывать два бантика из путанного клубка шнурков для ботинок. Я не помнила, когда строчки над движущимся пальцем Атикуса это отец главной героини распались на слова, но я глядела на них все вечера на моей памяти, слушая новости дня, проекты новых законов, дневники Лоренцо Доу, все, что Атикусу случалось читать, когда я забиралась на его колени перед сном. Пока я не испугалась, что могу это потерять, я вовсе не любила читать, ведь незачем любить дышать. На слайде я вычеркнула те слова, которые показались мне ключевыми в этом отрывке. Может быть, вы найдете что-то свое, но мне кажется, самое главное, что совместное времяпрепровождение папы и девочки за чтением, хотя папа не читал специально ей именно детскую книжку, вовлекло Джейн в чтение и даже не просто вовлекло, но просто научила ее читать без специальных каких-то занятий. Ну, продолжая тему родительского примера, в приложении, которое у вас выложено в доступе, есть такой мини-тест для мамы, папы, бабушки или дедушки, ответив на вопросы этого теста, каждый сам должен сделать вывод, насколько его собственная жизнь в широком понимании его быт, его работа, его стиль общения влияет на то, чтобы ребенок понимал, что без чтения в общем-то жизнь неинтересна, многие задачи решаются сложнее, особенно учебные, если ты не являешься компетентным читателем. Но давайте пробежимся по этому перечню. Кто у кого есть под руками листочек и ручка, вы можете даже, отвечая на вопросы, сразу писать да-нет, а потом подсчитаете и сделаете для себя выводы. Вы можете вообразить своего собственного ребенка, ребенка своего коллеги, родственника, своего воспитанника любого. Ну, давайте. У ребенка есть своя книжная полка? У меня есть книжный шкаф? Мы выписываем детский журнал? Я выписываю журнал или газету для себя? Я знаю читающего друга своего ребенка. Я обсуждаю чтение или книги в телефонных разговорах с приятелями или родственниками. На моей прикроватной тумбочке регулярно меняются книги. Я читаю дома то, что мне нужно по работе? У нас дома есть альбомы по искусству или по странам. Атласы тела человека. Книги, связанные с увлечениями или хобби. Зачитанные книги. Мы говорим о книгах за едой или на прогулке. Ребенок записан в библиотеку. Я хожу с ребенком в книжный магазин. Мы бываем на книжных ярмарках. Ребенок часто видит меня читающим или читающей. Мы дарим книги друзьям, родным. Мы слушаем аудиокниги. Мы берем книги с собой в отпуск или поездку. Я пишу ребенку письма или записки. Мы делаем подписи в фотоальбоме. В нашей квартире есть уютное место для чтения. В семье регулярно кто-нибудь читает вслух. Мы бывали с ребенком в писательских усадьбах. Для московского региона у меня такие примеры приведены в Ясной Поляне, Мураново, Муранове, Дунине, Мелехове, Абрамцеве, Переделкине. У вас будет время подсчитать свои да и нет, записать это и отметить галочками ваше настроение, улыбающееся, задумчивое или хмурое, озадаченное и ваша готовность, что мы еще подумаем, надо ли что-то делать, скорее задело, надо как-то менять свою жизнь и действовать будем сообща, привлечем других членов семьи, поговорим с родителями своих воспитанников. Попробуйте испытать этот мини-тест на своем окружении. Если выводы все-таки неутешительные, что рекомендуется? Завести прямо сегодня, не с понедельника, а вот желательно прямо сегодня, и именно для себя, не диктовать условия другим членом семьи, начать себя, завести для себя полчаса чтения, можно не полчаса, можно 15 минут, 10 минут, но на эти 10 минут должны быть выключены все гаджеты, телевизоры, вы должны взять в руки книжку, электронную или бумажную, журнал, газету, сесть и читать, а на попытку отвлечь вас от этого занятия, как можно искренне сказать, подожди, мне очень интересно. Придумать, какие книги и с кем вы будете обсуждать сегодня, завтра, в течение недели. Включите в этот список и взрослые, и детские книги, какие вопросы вы зададите, что обсудите, какая будет реакция у вас, какие отзывы у вас будут на то, что вы прочитали, понравилось вам это или не понравилось. Ну и конечно, когда вот к чему-то приступают, всегда эффект неожиданности, какого-то сюрприза приносит первые такие результаты. Подарить книжку членам семьи на ближайший Новый год, вот это как раз будет удивление, потому что для многих это чистое такое высказывание, что книга хороший подарок, а книга действительно хороший подарок, тем более сопоставим по цене в нынешние времена со многими гаджетами и различными игрушками, которые мы преподносим друг другу в качестве подарка. Ну вот как рекомендацию может быть уже многие знают эти книги, а может быть кто-то и нет, но прошлый Новый год в моем окружении прошел просто под девизом книг дополненной реальности, это удивительные книги, которые с помощью гаджетов оживают и демонстрируют чудеса космоса или из палеонтологии динозавров. Не буду сейчас рассказывать, но здесь есть что почитать и возможность подключить новые технологии. Как раз такие книжки могут увлечь не читающего ребенка и его родителей вместе с ним. А подарить что-то связанное с чтением вообще не часто приходит нам на ум. Кресло груша или такие затеяливые фонарики для книг вы видите сейчас каких только приспособлений нет. А установить даже какую-нибудь такую легкую палатку в комнате, чтобы маленькие дети могли уединиться и с фонариком почитать в тайне от родителей это же тоже какой-то прям экшен. Присокупить это еще и сюда чтение интересных книжек даст свой эффект. Торшер и книжная полка не во всех семьях и домах это есть, а может быть именно это станет толчком, что захочется посидеть под торшером в уютном кресле да еще и с книжкой и немножко отдохнуть от потока информации, которые валятся на нас со всех сторон. Сделать такую табличку и повесить ее будь то в группе детского сада, в классе, да и дома тоже это будет таким сюрпризом и довольно оригинальным решением. А можно сделать ее даже на английском языке, если ваш ребенок учит например английский, вот здесь вы можете даже этими табличками воспользоваться. Очень рекомендуем именно записать, подумать и записать, что может стать мотиватором чтения именно вашей семье конкретной. Чем увлекаются ваши дети, в какие кружки ходят, куда и как вы ездите вместе, кто авторитет для вашего ребенка, какое совместное дело предстоит вам в ближайшее время, какой журнал хотели бы вы выписывать, где находится ближайшая библиотека, есть ли книги о вашей профессии и сфере деятельности, кому вы вместе с ребенком в ближайшее время подарите книгу, и не пора ли заменить шумовой фон от телевизора аудиокнигой или радио, на котором читают книги. Был бы у нас с вами сейчас живой диалог, я бы вас спросила, на каких радиостанциях читают книги. Ну, обычно первое, что называют радиозвезда, я тоже очень люблю это радио, не сочтите это рекламой, но совсем недавно появилась еще радиокнига, поищите, пожалуйста, в поисковике, очень хороший ресурс, им можно пользоваться совершенно свободно, рекомендуем. В аннотации к нашему вебинару мы обещали познакомить всех с обязательными условиями домашнего читательского инкубатора, и сейчас они перечислены на слайде, я их оглашу. Книжная полка или шкаф для ребенка именно в доступном для него месте, причем можно применить очень оригинальное решение и выделить под книжную полочку детскую одну из нижних полок бельевого или платяного шкафа. На подоконнике, в ящике для игрушек на полу, на картинках, которые на слайде это все хорошо видно, видите, очень изящно оформлено. То, что известно библиотекарям, редко используется в домашних условиях. Мы, библиотекаря, прекрасно знаем, что с книжных выставок книжки берут гораздо быстрее, чаще, охотнее, чем с полок, стеллажей, где они стоят корешками, плотными рядами корешками навстречу читателю. А ставить книги лицом к ребенку дом мало кто пробует. Вот на картинках мы тоже это видели. Больше привлекается внимание ребенка обложкой и шанс, что он возьмет ее в руки тоже растет. Рядом с книжной полкой должно быть обязательно уютное, удобное место для чтения. Очень важно не отрывать ребенка от чтения, даже если он просто рассматривает картинки. Можно к этому только присоединиться. И еще очень важно, конечно, хвалить каждый шаг на пути к чтению с увлечением. Нейропсихолог Мариана Львова Вольф очень точно заметила, что помимо собственного учебного процесса обучения чтения, очень важно сколько у детей времени есть на разговоры за обедом, без которых вырастить увлеченного читателя очень сложно. Говорить с ребенком, слушать его, читать ему, все это имеет первостепенное значение для языкового развития. А сейчас очень многие педагоги, психологи говорят, что в школу приходят дети, которые плохо разговаривают. Видимо, потому, что с ними мало разговаривают в семье, все заняты своими гаджетами. Давайте двигаться дальше. Но читать вслух можно везде. На слайде фотографии автора вебинара очень занятная ситуация была на светофоре, причем профессиональный глаз мой собственный заметил, что и книжки-то библиотечные читают на светофоре с ярлычком на обложке и с кармашком, в котором был читательский формуляр. А вот через наш Московский проспект очень длинные светофоры, долго ждешь своего зеленого света, поэтому в ожидании даже успевают пролистать книжку. Ну, а чтение в транспорте это, мне кажется, выход для родителей гиперактивных детей, которых тоже очень много и тоже из собственного опыта могу поделиться таким, ну, душесчипательным, можно сказать, воспоминанием, который повторяется часто на моем маршруте на работу, который пролегает мимо Российской Федеральной детской больницы и очень часто в автобусе вместе со мной едут родители с больными детишками, везут их на процедуры, те, естественно, знают, что их ждет, конючат, им может быть плохо, тем более в общественном транспорте, и вот родители переживают, дети дергаются, но вот очень редко, ну, практически никогда не вижу, чтобы вот таким детям именно в автобусе, ну, мама взяла бы книжку, почитала, она бы и свои проблемы решила, и ребенку бы легче было бы переносить и дорогу в не очень приятное учреждение и, в общем-то, как-то отвлекало его от его собственных проблем. Иногда я даже не выдерживаю и что-нибудь или записочку такой маме передам, читайте ребенку в дороге, ему будет лучше и вам. Чтение вслух. За 10 минут можно прочитать главу, за месяц целый роман и большую повесть. Мы не всегда это осознаем. Время для чтения вслух выбирает родитель, когда ему удобно, дети подстроятся. Когда вы читаете, дети будут молчать, не будут прыгать, бегать, ломать вещи и конючить. Такой аргумент очень часто срабатывает для родителей, у которых действительно гиперактивные и неусидчивые дети. Дети, когда вы им читаете вслух, могут тихонечко задавать вопросы, рисовать, что-то мастерить. Очень такой приятный досуг получается. И постараться не бросать читать вслух, когда уже ребенок расчитался. как читать, как строить общение с ребенком в процессе чтения, нам помогает вот такая книжечка Джейсона Буга, «Рожденный читать». Он называл свой метод, который пропагандирует в этой книжке интерактивное чтение. И такие подходы базируются на диалоге во время чтения с маленьким ребенком. И Джейсон Буга доказывает, что в таком диалоге IQ ребенка может подняться больше, чем на 6 баллов, если вы его замеряете до того, как начали пользоваться этой методикой. И дает более длительный эффект при воспитании именно любви к книгам. О том, что читать можно не только книги, многие как-то не догадываются или не задумываются, или, может быть, недооценивают. Писать ребенку письма, записочки может, как родители от своего собственного имени. А можно вообще придумать, что ребенок получает письма от какого-то вымышленного героя или его любимого персонажа из того же мультика. Но для этого нужно составить план, что в воскресенье вы пишете письмо, опускаете его в почтовый ящик, потом каким-то чудесным образом ребенок вспоминает, что вам что-то нужно в этом ящике достать, а там письмо для ребенка. Но еще и нужно придумать, как вообще ребенок и куда может положить ответ, если ему вдруг захочется написать этому герою. Это тоже продвижение чтения грамотности своеобразное, тем более такое еще и окрашенное эмоциональным возможностью общения родителей с детьми. Когда ребенок начал читать настоящие книги, сам очень важно предоставить ему свободу выбора. Что такое требовать часть чтения в школе? У нас есть внеклассные чтения в младшей школе, в средней школе уже ни такого предмета, ни такого вообще времени в учебной сетке нет. Но вот опыт проекта, который реализуется в русской социации чтения, называемый «Школа, где процветает грамотность», часть чтения существует именно в школьной сетке, в учебной и в учебном плане, в расписании занятий. В этот час читают все и дети, и педагоги. Чтение не регламентировано с точки зрения какого-то списка, свободно выбранная книга, журнал, газета в электронном виде или на бумаге. Но этот час академически или астрономически отводится именно для чтения. Кому-то не сразу удается сосредоточиться, кто-то прыгает, бегает, но если большинство окружающих погружены в чтение, то невольно в этот же процесс включаются и все дети. Вообще, детство тактильная пора. Шелест страниц, запах старых книг или новые материалы, обложек также могут служить для ребенка стимулом, чтобы увлекаться какой-то книгой, брать ее и читать. Поход в книжный магазин или библиотеку. А если в библиотеке, так для маленького гражданина вообще очень такой монок сильный, что у него появляется свой первый документ, читательский билет, он за него отвечает и даже по нему может что-то получать в личное пользование, это для него тоже очень важно. Ну и совместный книг в подарок для всей семьи, для друзей, мы уже второй раз к этому обращаемся, но это подчеркивает, что важно этим заниматься. Давайте дальше. По поводу свободы выбора. Немножко даже такой опережающий проект, видите, у книжного магазина, который здесь не указан, но вы легко его можете узнать по брендбоку или найти в интернете, придумана карта читая агента для детей на выходе из младшей школы, для подростков, родители покупают сертификат, но обналичить его, то есть сделать самостоятельный выбор книги и потом расплатиться вот этой карточкой может только сам ребенок. Это очень хороший такой стимул для тех, кто уже начал читать самостоятельно и может быть даже и самостоятельно посетить этот книжный магазин. Когда дети начинают читать настоящие книги, конечно, нужна помощь и поддержка. Им не всегда родители не хватает времени или компетенции. помощь библиотек для более устойчивой мотивации к чтению нужна. И я сейчас не буду на этом останавливаться. В презентации будут ссылочки на интересный опыт библиотек нашей системы. Кружок «Ожившая классика», лекции, цикл лекций, как читать. Но это уже даже для детей постарше, для родителей, серьезные авторы, как читать Достоевского, Маркса и так далее. А вот фестиваль изобретения и чтения пролистайте в соцсетях ленту этого фестиваля, вы тоже увидите, что довольно интересные формы работы именно с детьми используются, ориентированные на их увлечение современными гаджетами разные у нас затеи в этом фестивале. И видеопрезентация, которую мы делаем, QR-коды, коты у нас в библиотеках живут, вечер с книжками, это клуб выходного дня для детей с родителями. Полистайте наши соцсети, вам будет полезно. Что касается списка летнего чтения, то, конечно, и прежде всего взрослые должны понимать, что дети читают для себя, даже программную литературу не надо читать для галочки, это бесполезная трата времени. Тем более, что ребенок не обязан самостоятельно читать все книги из списка. Вы видите, фотографии очень образно показывают эти списки летнего чтения в начальной школе, и на правой фотографии это практически только половина списка чтения перед вступлением в 11-й выпускной класс. Для самостоятельного чтения надо выбрать книгу по силам самого ребенка. Что-то можно читать совместно и поочередно. Книги, которые прочтет вслух взрослый, книги, с которыми можно познакомиться по экранизациям или аудиоверсии прослушать. А чтобы поддержать именно чтение для удовольствия, можно построить и пары книг. Одна книга из списка и одна по собственному выбору. Это даже увеличит количество прочитанных за лето книг, но зародит именно вот такое чувство чтения для удовольствия. Здесь ссылочка на интересную англоязычную публикацию, на эту же тему будет время, посмотрите. Обсуждать или нет? Обсуждать книжки довольно сложно неподготовленным в основном родителям. То, что обычно практикуется проверять знания материала, перечислить персонажей, что зачем было в книжке, все вот это не очень продуктивно и может привести к замкнутости и нежеланию вообще говорить о прочитанном, да и читать в принципе тоже. А вот оживление, впечатление, проживание, нарисовать, вылепить, поиграть в них с маленькими детьми или задать один единственный вопрос ребенку постарше, что вообще в принципе показалось интересным, что зацепило, что смешного или грустного было в тексте. Но самое главное при этом проявлять искреннюю заинтересованность и желание поговорить о прочитанном. Визуализация результатов, конечно, очень хорошо срабатывает с детьми младшего возраста. Вот эти раздаточные материалы тоже можете распечатать и пользоваться, растить звездное небо или какие-то вагончики, которые вот у нас были. Была программа летнего чтения за лето, вся библиотека покрылась вот такими поездами, на которых были написаны, кто принимал участие в этой программе, что они прочитали. Для детей это важно, визуализация результатов. Ну, вот так это выглядит в зарубежных библиотеках. В общем-то, здесь не столько эстетичность, ровность расположения этих отзывов, как мы иногда на этом зацикливаемся. Видите, довольно такое хаотичное, но зато очень душевное и отражающее интерес конкретных детей, конкретный их читательский опыт. В библиотеках это интересно. Ну, а почему у нас нет сомнений, что в коляске растет читатель, хоть он еще малыша сам не читает, потому что и мама, что очень важно, а еще важнее папа, сидят с книжками в руках и увлеченно читают. Благодарю вас за внимание, желаю вам всего доброго. Если есть вопросы, наверное, с наступающим Новым годом, Рождеством, спасибо. Надеюсь, мы, может быть, найдем еще какую-то тему для общения. Я оставляю свои контакты. если у вас есть вопросы, предложения, замечания, рада буду ответить на все ваши послания. Большое вам спасибо еще раз за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров